Это солдатское письмо пришло в подмосковную деревню в марте 41-го года. То есть за три месяца до начала войны. Солдат писал из Белоруссии. А сегодня нам выдали эбонитовые пеналы. Для чего они? Спросите у Саши. Он воевал, он знает. Военная цензура почему-то пропустила это письмо, хотя в нём содержалась, в общем-то, секретная информация. Вот такие водонепроницаемые эбонитовые пеналы обычно выдавались перед тем, как военнослужащих направляли на передовую. Внутри свёрнутая в рулон пергаментная бумажка, на которой фамилия, имя, отчество, воинское звание. Эти пеналы солдаты прозвали смертными медальонами. Куда в середине марта 41-го года собирался Сталин бросать своих солдат на смерть? В декабре 1940 года в Москве состоялось совещание высшего руководящего командного состава Красной Армии. И то, что говорил Жуков на этом совещании, то, что он думал тогда, как он представлял войну, это полностью соответствует сталинским планам. Это только наступление, 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 и ничего, кроме наступления. Автор нашумевшей книги «Летокол» Виктор Суворов считает, что вопреки официальной истории Второй мировой войны именно Сталин собирался первым напасть на фашистскую Германию и развязать войну. 22 июня Гитлер его просто опередил. Версия, которую много лет считали клеветнической, бросающей тень на великие жертвы, понесённые в войне, и на великую победу. Общеизвестный факт. Советский Союз, как показали первые месяцы войны, оказался не готов к нападению фашистской Германии. Но почему, понимая, что рано или поздно Гитлер нападёт на Советский Союз, Сталин так бездарно готовил страну к оборону? Ответ на этот вопрос, по мнению некоторых историков, прост. Потому что Сталин не собирался обороняться. С самого начала он готовился к войне наступательной, к войне на чужой территории. К молниеносным броскам далеко на запад, внезапным бомбардировкам и высадке массового десанта. Послушайте, какой же это Блицкрик, если у нас 10-миллионная армия, но ресурс у нас 27 миллионов, мобилизационный ресурс, и их призвали? О каком Блицкрике можно говорить? Известный факт. Ни одна страна мира не имела такого количества подготовленных парашютистов. Проверить эти данные нетрудно. Достаточно посчитать количество парашютных школ и аэроклубов в 30-е годы. Их сотни. Буквально в каждом парке культуры и отдыха стоят парашютные вышки. Висит реклама. Комсомольцев на самолеты. Зачем стране понадобилось столько парашютистов, если она собирается держать оборону? Это неразумно. Вот еще один факт, который с точки зрения здравого смысла объяснить невозможно. В январе 40-го года создано целое управление по производству военно-десантных планеров. Весной 41-го заводы, подчиненные этому управлению, начинают массовый выпуск этих десантных машин. Зачем стране, которая ни на кого не собирается нападать, а готовится к оборонительной войне столько десантных средств? Нет ответа. Все это выглядит преступным головотяпством или полной некомпетентностью. Однако, только на первый взгляд. Стройность и смысл приобретают все эти факты, если предположить, что по приказу Сталина в час икс сотни военно-десантных планеров поднимутся в воздух и через несколько часов на европейские города опустятся тысячи тех самых комсомольцев-парашютистов, которых страна советов готовила 10 лет. Это был бы мощный, внезапный и неотразимый удар. Конечно, внезапный десант обречен на уничтожение, без поддержки наземных сил. Однако, судя по всему, этот фактор учтен Сталином с самого начала. В начало 40-х годов на вооружении сухопутных войск появляются вот такие быстроходные колесные танки. Они способны сбрасывать гусеничные траки и передвигаться по шоссе со скоростью до 100 км в час. Но автобанов на территории СССР не было. Воевать на шоссейных танках по российскому бездорожью невозможно. А вот для европейских дорог такие боевые машины в самый раз. В свое время когда-то, я опираясь на открытые источники, вычислил, что в Советском Союзе танков и самолетов было гораздо больше, чем в Германии. И мне не поверили. В настоящее время уже никто об этом не спорит. В Германии по самым таким щедрым расчетам было 5 тысяч танков, из которых 3410 было брошено против Советского Союза. 3410. Советский Союз в это время располагал гораздо большим количеством танков. Вот книга Михаил Мельтюхов «Упущенный шанс Сталина». Это мой официальный противник, который меня разоблачает. 24 598. Это мой противник, говорит. Человек, который нейтрален, Евгений Дрих, вот он дает другую цифру, несколько большую. То есть расхождение не очень большое. 25 932. Итак, 25 тысяч советских танков против 3,5 тысяч, которые были у немцев. Это ли невесомый аргумент в пользу решительного наступления? Массированный десантный удар с воздуха, поддержанный внезапным броском советских танковых частей, которые, переодев гусеницы на границе, в считанные часы по хорошим европейским дорогам пройдут оккупированную Польшу и окажутся у стен Берлина. Но и это еще не все. Если такая операция действительно планировалась Сталином, то довершить этот блицкрик должны были бомбардировки немецких городов. Располагала ли Красная Армия такими возможностями? Да, располагала. К 40-му году в Советском Союзе в серийном производстве уже был бомбардировщик ДБ-39, способный с бомбовой нагрузкой в одну тонну пролететь 3300 километров. Этого достаточно, чтобы нанести удар по объектам на территории Польши и Восточной Германии. Однако и этого Сталину кажется мало. И в январе 1939 года он ставит задачу перед конструкторами создать бомбардировщик с дальностью полета до 5000 километров. Таким чудо-самолетом стал двухмоторный бомбардировщик ЕР-2, запущенный в производство на Воронежском авиазаводе. Этот самолет уже легко мог достать не только Берлин, но и Мюнхен, Гамбург, Британские острова, Ближний Восток. Все теперь встает на свои места. Сталинские просчеты в организации обороны границ на случай вероломного нападения гитлеровцев, напротив оборачиваются блестящим стратегическим планом. Точно выверенный удар, и вот она, победа. И Сталин на белом коне въезжает в поверженный Берлин через Бранденбургские ворота. Разве не эту розовую мечту Сталина разрушил Гитлер, вероломно напав на Советский Союз Первым? Сталин просчитал все до мелочей. Удар должен быть внезапным, сокрушительным и на 100% гарантировавшим победу. Для такого удара нужно было только одно условие. Именно над этим условием и работал Сталин целых 10 лет. Что же это за условие, которое позволило бы Сталину отдать приказ своим маршалам ударить первыми? Чтобы ответить на этот вопрос, отправимся в начало 30-х годов. Долгое время официальная история старалась обходить стороной вопрос о том, что именно Советский Союз в те годы был самым мощным и последовательным союзником фашистской Германии. Не будем забывать, что Германия и Советский Союз были союзниками. Немецкие и русские военные всегда друг друга понимали. Особенно тесное сотрудничество наметилось в 30-е, 40-е годы. Учились друг у друга, перенимали боевый опыт, торговали. С Гитлером в то время активно торговали США. Немецкие солдаты ели ту же самую тушенку, что и наши, позже получая ее по Ленд-Лизу. Но все же главным стратегическим партнером был Советский Союз. На середину 30-х и начало 40-х пришелся пик военного и экономического сотрудничества СССР и Германии. Стратегическое сырье, цветные металлы, сталь для производства вооружений и боеприпасов, зерно, хлопок, продукты питания, обмундирование. Все шло в Германию из Советского Союза. Зачем Сталин так щедро кормил того, с кем собирался воевать? Знятый такой лозунг немецкий, что сапог топтал землю Европы, он совершенно неправильный. Землю Европы топтал сапог фабрики Скороход. Потому что вся гитлеровская армия была одета в наши сапоги, пошиты на фабрике Скороход. Вот кадры, которые сегодня, наверное, составляют самую большую военную тайну советской истории накануне начала Великой Отечественной войны. Руководители Коммунистической партии и государства, а также рядовые агитаторы, разъясняют народу, что гитлеровская партия все-таки рабочая. Трудно поверить. Всего за полтора года до войны сталинская пропаганда не жалеет сил, чтобы убедить советский народ в том, что фашистская Германия – наш исторический партнер. Для немецких специалистов в эти годы в Советском Союзе открыты химические комбинаты, оборонные заводы и военные училища. Вот здесь, в Липецке, там, где сегодня базируется самый главный летный центр российских ВВС, в 30-е годы в обстановке строжайшей секретности постигали азы летного мастерства будущие асы Люфтваффе. Только в январе 41-го года в Москве проходили подготовку 60 немецких военных летчиков. В Берлине, на главном аэродроме фашистской Германии, передают свой летный опыт офицерам Люфтваффе советские летчики. Иван Федоров попал в Германию накануне войны в составе военной делегации. Немцы и русские еще не противники. Похлопывают друг друга по плечу, жмут руки и называют по именам. За работой русских пристально следят высокие гитлеровские начальники. Советские летчики облетают многие германские аэродромы. Когда сел, меня на руках сначала все выстроились. И они с рывным шагом ко мне подходят. Не жмут руку, это признают тебя уже. Геринг сорвал вот эту вот стену, свой гобелен, где его выткали красиво. Он с женой на лошади на охоте держит за заднюю ногу левую и за хвост лисуньи с головой. И 22 собаки вот так веером. Он подарил мне этот ковер. Кстати говоря, еще не будучи репрессированным, как немецкий шпион, видный советский военачальник Тухачевский был известным германофилом. Он старался продвигать опыт немецких генералов и во многом разделял их полководческие взгляды. Мы единственными в мире при жизни Гитлера выпустили на другом языке, не на немецком, Майнкапф, библиотечки Красного Командира. Вот. Не больше, не меньше как. У нас выходили работы Манштейна, у нас выходили работы Гудериана. Тухачевский просто в захлеб говорил о том, какие великие военачальники в Германии. Продолжение следует...